И снова здравствуйте у нас на Укрлайф ТВ в гостях Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну можно прям с первого вопроса, потому что вот Левада Центр снова опубликовал, что 26 процентов россиян считают, что история их страны начинается с Киевской Руси. И вот только 2 процента, что с московского царства. Вот вы мне объясните, пожалуйста, уж сколько лет ломаются копии, там в Москве памятник Владимиру ставят и все прочее. Зачем это все нужно? В этом есть абсолютно историческая логика. Если бы я, допустим, руководил бы Россией, даже не сейчас, а скажем так, во времена романов, я бы тоже начинал с Киевской Руси, вне зависимости от того, правда это или нет. Я могу даже объяснить логику, она простая. Во-первых, вы империя. Империя не может начинаться от какого-то захудалого княжества, которое было частью другой империи, Золотой Орды, и по сути от него получила всю легитимацию. Потому что и ярлык московских князей на Великое княжение Тверской, и появление Великого княжества Московской, это все в рамках Орды происходило. Московское княжество никогда этого не добивалось самостоятельно. Значит нужно искать какие-то первоистоки до Орды. А что было до Орды? Ну была Владимира Суздальская Русь. Хорошо, можно с нее начинать. Это более исторически правдиво. Это действительно так, потому что вот те земли, которые мы сейчас наблюдаем в составе Российской Федерации, они государственную самостоятельность получили именно в то время, во время Владимира Суздальской Руси. И уже в это время Владимира Суздальские князья относились к нашим землям как к территории для завоевания. И Юрий Долгорукий, и Андрей Боголюбский, они жгли Киев. Андрей Боголюбский вообще в Киеве не сидел, он уже сидел там на Владимирско-Суздальских землях, это там был его стол, для него Киев не был важен. Можно оттуда начинать, но зачем начинать оттуда, если эти князья тоже носили титул великих князей киевских. И таким образом можно провести прямую параллель вот ко временам Рюрика. Тем более, что это все сразу закольцовывается, потому что Рюрик высадился, как известно, не на территории Украины, а на территории нынешней России, в Старой Ладоге. И в Старой Ладоге через Новгород он пришел в Киев. В Киеве, естественно, уже стала созидаться новая государственность, но сама вот эта вот линия, она очень хорошо просматривается. Это же, кстати говоря, не русские придумали. Это придумали выходцы с украинских земель, после присоединения украинских земель к Московскому царству, когда, собственно, начало возникать то, что мы называем Россией, Российской империей. Им необходимо было исторически доказать правомощность этого объединения. Почему вообще эти территории, которые были территорией Великого княжества Литовского, вдруг оказались в составе Москвы? А не просто так, потому что это было восстание казаков и решение Переяславской Рады. Это слишком как-то все мелко для московского царя, что из-за каких-то там казаков, из-за какой-то там Рады эти территории вошли в состав Москвы. Это что народ, что ли, решил? Это может только Господь решить. Уже Третий Рим. Ну и вот, значит, ему богоданная дана корона. Тем более, что тогда, когда все эти события происходили, где-то еще же были времена Рюриковичей, по сути, они не прекратились только со смутой, только с воцарением Романовых. И таким образом эти Рюриковичи, которые были, конечно, очень условными Рюриковичей, потому что, по сути, все, так сказать, реальные Рюриковичи, они погибли во времена Завалта-Ардынского нашествия в первом этапе. И там уже были следующие рода. Но они, так или иначе, были связаны с этими семьями, которые правили Русью со времен, так сказать, мифических князей, первых киевских, и со времен уже потом вполне реальных Владимира и Ярослава. Так или иначе, для них очень важно было доказать свое право на всю эту территорию. Вот оно божественное, и оно исходит от первой династии. Ну, слушайте, в любом сериале типа «Игры престолов» это все показывается очень просто. Но еще раз напоминаю, что во многом это была киевская, а не московская концепция. Вот концепция Третьего Рима, она была привнесена в Москву для того, чтобы доказать, что все это, так сказать, имеет явную историческую легитимность. Да, с нарушением правды, как это часто бывает, когда строятся империи, но очень многие империи присваивали себе чужие исторические мифы. Москва тут не исключение. Ну, а когда Украина стала появляться, как самостоятельное государство, вы знаете, что же произошло? Тут же тоже очень интересный момент. Всегда интересно, чем пользуется нация, когда начинает себя осознавать. Очень многие народы, они к своему самоосознанию перешли через восстановление исторического мифа о своей государственности. Поляки. Ну, они когда восстанавливали государство, они же восстанавливали королевство польское, Речь Посполиту, которая была до того, и они это знали. Вот наши гетманы, вот наши короли, вот вся наша история, вот здесь мы воевали, вот здесь мы погибали. Литовцы. Современные литовцы — это потомки одного из небольших народов Великого княжества литовского, же Майтийского. Но из этого народа происходила Великокняжеская династия. И литовцы говорили, вот наши князья, но они очевидно наши. Гедеминос, Витаутас, у них наши имена. Они пользовались, говорили на нашем языке, на котором мы общаемся. Вот это наше государство Великое княжество литовское. У украинцев в девятнадцатом веке было не так. А как? Потому что они, по сути, их исторический миф был присвоен. Они не обращались к Киевской Руси. А так, что это они, когда они говорили о своей истории, они возвращались примерно к временам казачества. И еще было очень важное отличие от русских, от великороссов. Это язык. Поэтому, собственно, создателем современной украинской нации был не историк и не политик, а поэт Тарас Шевченко. И мы всегда говорили, что вообще отличало человека, который ощущал себя украинцем, от человека, который себя им не ощущал. Кабзарь в хатте. А в этом Кабзаре, если были какие-то исторические мотивы, то о восстаниях гайдамаков. Вообще о восстаниях. Казацкая была вся вот эта мифология, которая стала во многом основой украинского мироощущения. Это то, что было разработано Шевченко и переведено им в кодификацию украинского языка и сознания как такового. Потому что, если бы тогдашние создатели современного украинского народа, естественно, появившегося после весны народов, как все остальные европейские народы, обратились бы к историческому опыту, они бы вступили в прямую конфронтацию. Они не могли бы объяснить, о чем мы. Вот мы от Киевской Руси, и они от Киевской Руси, и белорусы от Киевской Руси. Чем мы отличаемся? Тут начинался тупик. Нужно было заниматься серьезной исторической работой, чтобы это опровергнуть. Опровергнуть это можно было только в рамках самостоятельного государства. Вот когда это самостоятельное государство появилось, то начались вопросы, а почему, собственно, Киев их? А почему Чернигов их? Может быть, наоборот, это мы были колонизаторами по отношению к ним, а не они по отношению к нам? И тогда начали появляться настоящие факты, блестяще закамуфлированные великими русскими историками, Карамзиным и Соловьевым. То есть мы же до сих пор во многом заложники этого сознания. А, кстати говоря, это касается отнюдь не только Украины. Вы попытаетесь в России найти региональную историю. Региональную имеется в виду? Что такое региональное? Ну, например, Казанское ханство. Вот попытайтесь почитать, как оно вообще, как самостоятельный организм существовал. Это же просто почти невозможно. Почему? Ну, потому что об этом почти не пишут, это не исследуют. Я в то время купил учебники истории Казанского ханства, который был издан в 19 веке и потом репринтом переиздан в советское время. Или Великое княжество Тверское, государство, которое не уступало Великому княжеству Московскому. В Твери в основном. Это исследуется. На уровне школьной истории понимание того, что Тверь была независимым государством, его не существует. То, что была знаменитая битва князя Михаила Тверского с золотой ордынцами, во время которой он еще до Куликовской битвы разбил золотую орду, то это практически в учебниках русской истории не упоминается. Хотя Михаил Тверской, он святой. Он был возведен Русской Православной Церковью в святые именно из-за этой битвы, в которой, естественно, на стороне золотой ордынского войска, на стороне князя Михаила воевали все русские, а на стороне золотой орды кто воевал, по-вашему? Не знаю. Москва. Москва? Золотой ордынцами, да, потому что Москва это и была орда. Ну, естественно, это невыгодно рассказывать. И так со всей русской историей. Русская история – это сборник фальсификации. Или вот Великое княжество Рязанское. Это было первое государство, которое было присоединено к Москве. После этого там было восстание с требованием восстановить Великокняжеский стол. Ну и московиты, они всех рязанцев переселили с их земель на московские, а на московские переселили Рязань. Но опять-таки, где вы это узнаете? История Великого княжества Рязанского, если вы даже сможете купить какую-то книжку, то это в Рязань надо ехать. Там практически идея в том, что региональная история поднимается на уровень национальной, для России не актуальна. Это интересно. Но вот я же не случайно об этом спросила, потому что ведь Путин, когда он там помогает братьям меньшим, как он говорит, там украинцам. В рамках этого мифа. Вот я об этом и говорю. И вот паспорта, которые тоже, вот плавно, если мы вернемся к тому, что сейчас происходит, когда заговорили о том, что легко раздавать паспорта, всем, кто говорит на русском языке, и был связан. Это же очень интересно. Продолжение истоимперского мифа. Оно также долго было, между прочим. Они же очень долгое время имели упрощенный характер получения гражданства для жителей бывшего Советского Союза. По-моему, это окончилось буквально лет пять назад. А, то есть это уже было тогда? Это было, а потом это просто имело временной период. Ну, потому что казалось, что Советский Союз распался, появились новые государства, мы себя ощущаем правоприемниками, и мы будем правоприемники по отношению к всей территории. Да? И поэтому мы облегченный порядок вхождения гражданства России обеспечим. Но это должно иметь какие-то разумные рамки. Потому что вот уже 25 лет существуют другие государства, сколько мы можем облегченно, по сути, иностранцам давать наше гражданство. И этот период закончился, а теперь они хотят еще раз его возобновить, потому что они возвращаются к тому же самому, от чего они отталкивались. Что это никакие не государства, лимитрофы, там живут наши люди, и неважно, сколько это будет продолжаться. 25 лет, 50, все равно это все не настоящее государство. Но подождите, это же распространяется и на страны Балтии, и на другие любые страны. Ну, естественно. Это такая плавная экспансия. Это я правильно понимаю или нет? Возвращение к такой другой волне какой-то. Ну, конечно, это переосознание себя империей. Потому что всегда возникает вопрос, кто мы, чему вы добились. Ну, ничего. Но мы империя. Это то, что мы можем себе говорить. Мы великая держава, мы за всех отвечаем. За русский мир, за тех, кто говорит по-русски, за тех, кто был гражданами Советского Союза. Потому что это все наше. Это даже уже не идет речь о каких-то братских народах, об одном народе, а просто все наше. Советский Союз – наши земли. Несправедливо у нас отторгнутые кем? Американцами, да? Американцы. Ну, вот там и получается следующее. Так же, как мы говорим, что мы отвечаем за все граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях, в Крыму или на Донбассе, что эти люди имеют наши паспорта и таким образом мы имеем перед ними обязательства, как перед гражданами, на это нам выдвигаются противоположными. В Донецке. Это не вы имеете обязательства перед ними, как перед гражданами. Это мы, Россия, имеем перед вами обязательства, потому что вы гражданин Советского Союза. Вы все таким образом наши, и мы будем вам помогать это осознать. Если путем законов, или не получается путем законов и пропаганды, ну, значит, танки остаются. Наши танки быстрые. Наши танки быстрые. Ну, Россия вышла из минского переговорного процесса? Из минских договоренностей или нет? Ну, в каком смысле вышла? Ну, так вышла, дала паспорта, начала, да? Смотрите, указ президента Путина о признании документов так называемых народных республик, там вообще говорится, не народные республики, а отдельные районы Донецка и Луганской областей. Что тоже интересно. Подписан в рамках минских соглашений. Там четко говорится, что это во исполнении минских соглашений. Для того, чтобы облегчить жителям этих территорий возможность передвижения по России. Потому что время идет, соглашения не выполняются, а люди там женятся, получают какие-то свидетельства о браке, свидетельства о рождении, пересекают российскую границу. Ну и на каком основании они там находятся, как вообще их документы должны приниматься в банках. Ну, вот это очень простой ответ. То есть не вышло? Нет. Нет, очевидно, что это шаг по пути к выходу. Но этот выход, я уже говорил, по-моему, не разу, повторюсь, Россия будет сейчас заниматься суверенизацией этих территорий. То есть созданием там полноценных квази-государств. Ну, послушайте, это уже не играет. Но так, почему не играет? Ну, это же старая политика. Вот вы думаете, старая политика выделения вот таких псевдо-квази-государств. Смотрите, она уже сколько существует, но нигде не работает. Смотрите, что значит не работает? Ну, вот смотрите, ну что с Абхазией случилось? Ну, есть Абхазия, есть. А что, по-вашему, должно было произойти в результате этой работы? Ну, подождите, но Грузия движется там, куда она хотела двигаться, например, да? Молдова, условно, движется, куда она хотела двигаться. Условно говоря. Ну, это не связано с Приднестровьем. Понятно, что, ну, конечно, связано. Почему связано? Ну, конечно, связано. Во-первых, эта политика работает. Но не надо никаких сомнений. Она работает. Потому что если бы Грузия была государством с решенными территориальными проблемами, это была бы совсем другая страна. Грузия – это государство с необозначенными границами. В глазах всех, кто с ней сотрудничает. Всех. Любого инвестора, любого политика, любого человека, который будет принимать решение о ее вступлении в НАТО или в любую другую международную организацию. Всегда будут смотреть. Вот это здесь. Вот это не решено. Вот здесь есть опасность. Вот даже есть сегодня чудесное российское руководство, которое никому не угрожает. Неизвестно, какое будет завтра, потому что эти территории до сих пор являются территориями с неопределенным статусом. Поэтому мы можем, в принципе, вкладывать деньги в Батуми. Если мы турецкие инвесторы, это рядом с нашей границей. Скорее всего, там ничего не произойдет. Но, конечно, мы не будем вкладывать деньги в горе. Потому что это очень близко. Близко к возможному театру военных действий. Поэтому не надо никаких иллюзий. Можно провести любые экономические реформы, которые там в Грузии так или иначе проводились. Но нельзя привлечь реальных инвесторов под такую ситуацию. Что касается Молдовы. Там ситуация еще более сложная. Потому что все-таки надо признать, что граница между Абхазией и Грузией, и между Южной Осетией и Грузией, по крайней мере, после войны в Грузии, она закрыта. То есть, как бы вот Грузия существует, как государство, граница не определена, но закрыта. Линия разграничения является, по сути, границей. Так же, между прочим, как и с ситуацией с Нагорным Карабахом и Арменией. Это и Азербайджан, простите. Это сложная ситуация. А там постоянные столкновения на театре боевых действий. Там гибнут люди, между прочим, уже 25 лет. Мы должны об этом помнить, когда говорим, как это может быть на Донбассе. Это так и может быть. Но, тем не менее, эта экономическая граница, она закрыта. Абсолютно журналист. И для людей, и для... Транспорта, и грузов. И для любых грузов она закрыта, потому что это противоречит интересам обеих сторон. А теперь посмотрите Приднестров. Приднестров – это типичный пример. И это для нас гораздо более важный пример, чем пример Карабаха, Абхазии и Южной Осетии. Могу объяснить, почему? Ну, конечно. Потому что Грузия и Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Нагорный Карабах и Азербайджан разъединены этническими границами и национальным непримирением. В Абхазии все же живут Абхазы, и даже к жителям Гальского района, который грузины, там сложное отношение. В Карабахе живут армяне, практически азербайджанское население оттуда ушло отобсюду, со всех территорий, которые контролирует Армения. И понятно, что там не может быть никакой торговли, никакого взаимопонимания, ничего ни на каких уровнях. Даже турецко-армянская граница, как вы знаете, блокирована, закрыта. А Приднестровье – это просто некие люди. Да, там сложный национальный состав. Там есть украинцы, там есть русские, там есть молдаване. Но это, по сути, политический лимитроф. Он этнически несколько отличается от населения, собственно, Молдовы, свободной Молдовы. Но не настолько, чтобы мы говорили о какой-то, так сказать, вечной конфронтации. Эта конфронтация в 1992 году и завершилась, по сути. Вот мы получили в Приднестровье замороженный конфликт. Но какой? С открытой границей граждане все время переезжают. Они сохраняют молдавское гражданство, очень многие. Они могут работать в Тирасполе, жить в Кишиневе, жить в Тирасполе, работать в Тирасполе. И наоборот. Правовое пространство в Приднестровье непонятно какое. То есть, с одной стороны, они вроде бы зарегистрированы в предприятии в Молдове. С другой стороны, они как бы подчиняются законам Приднестровья. Ведомства надзорные у Приднестровья тоже есть, специальные службы есть. То есть, свои собственные? Своя вся, ну полностью своя система государства. От президента до последнего налоговика и таможенника, и пограничника, и всего остального. Значит, что это означает? Такая ли это всегда контрабанда? Вот почему говорят, что Приднестровье это черная дыра? Ну и ведь не только для себя самой, и не только для России. Для Молдовы тоже. Слушайте, если у вас есть такой резервуар получения денег, это означает, что вы всегда будете иметь, всегда, коррумпированную элиту. Остановить вы это не можете. Вы не можете закрыть эту границу. И вы не можете закрыть ее для передвижения людей. Вы ее, в принципе, можете время от времени придумывать там какую-то блокаду. У вас там молдавы, молдавские, украинские пограничники. Молдавич к тому же имеет то преимущество, что Приднестровье не граничит с Россией. Поэтому можно там поставить пограничников вместе с украинскими, поставить таможенниками. И как бы это сдерживать? Ну, как обычно, стежки, дорожки. Огромное количество путей передвижения между Приднестровьем и самой Молдовой. Огромное количество возможностей в самом Приднестровье что-то произвести. Как бы что-то продать через Молдову. А что-то в Молдове произвести и что-то через Приднестровье продать в Россию, если ваши товары блокируются. То есть это такой вечный непонятный режим, который, естественно, коррумпирует всех снизу доверху. Вы получаете общество контрабандистов. Кто может в контрабанде выжить, тот выживает. А кто не может, тот уезжает. И когда вы говорите, вот знаете, Молдова там двигается туда, куда она двигается. Извините меня, молдаване через несколько лет после этого конфликта, кровопролитного, там были военные столкновения, избрали своим президентом коммуниста Владимира Воронина, который обещал все это решить, который, по сути, был лидером коммунистической партии. Звал их далеко назад, и их совершенно не беспокоило то, что это пророссийский кандидат. Он и был пророссийским кандидатом. Спустя еще какое-то количество времени, сейчас прошло 25 лет после Приднестровского конфликта, президент Молдовы, Игорь Дадон, избранный людьми, которые, по идее, должны выступать за сохранение социальной целостности, за евроатлантическую интеграцию, за Европу, гораздо более пророссийский политик, чем президент Приднестроя Вадим Красносельцев. Понимаете? Непонятно, где здесь, у кого из них более высок градус зависимости от Москвы. У Дадона или у Красносельского? Говорит, что в последней поездке в Москву. Дадон 4 часа, будучи президентом суверенного государства, просидел в приемной у Путина. Да ладно? Да, я думаю, что Красносельского столько бы не держали. Так что это вот все очень большие. Потому что Красносельский, понимаете, он представитель самостоятельной корпорации. Я не говорю, что он не пророссийский политик. Нет, понятно, но корпорация Шериф, она самостоятельный игрок, своя банда в этом регионе. А Дадон просто зависим от Москвы, у него ничего нет. У него либо к своим олигархам идти за поддержкой, либо к Путину. Все, это его единственный противовес, больше ничего не существует. Поэтому возникает, когда вы говорите, что это не срабатывает, сработает и в нашем случае сработает. Вот, я хочу спросить, мы тоже пошли таким же путем. И действительно, и Путину, и части, ну прямо скажем, украинцев, украинских политических, там, я не знаю, лидеров разных, тоже выгодна эта ситуация. Мы создадим таким, через вот этот анклав, который создается, мы тоже создадим, вот отлично у вас сказано, общество контрабандистов. Или мне тоже, знаете, всегда контрабандистов. Мы уже живем в обществе контрабандистов, потому что у нас контрабанда, она существует со всех сторон. Причем эта контрабанда, она, вы же замечаете, что сейчас на политическом уровне, такая идея, эта контрабанда активно защищает. Когда президент стал говорить о необходимости отказа от двойного гражданства. О, к этому вернемся. О том, что, ну я просто... Ну ладно, двойное гражданство, это не контрабанда. Нет, о том, что жители Закарпаттии имеют по два паспорта, стали громко говорить у губернатора Закарпатской области, и мэр Львова. И они стали говорить, что это очень помогает в бизнесе. А какой там, простите меня, бизнес основной? Я даже не знаю. Ну вот такой. Это контрабанда и есть самолетики, которые прилетают через гнездо с сигаретками. Разные там по тропам разные грузы, которые... На осликах. На осликах, я думаю, вполне на хороших современных машинках, которые учитываются вполне, так сказать, как легальные потом в наших магазинах и так далее. Все это идет прямым ходом в Европу, из Европы, неучтенно, без всяких там, извините меня, таможен, без всяких реальных каких-то путей снабжения. Понятно, что основная часть груза ведет через легальные таможни. Но это, кстати, то, что в такой ситуации совершенно невозможно преодолеть. Можно объявлять подозрение 40-ка носировым. Это неистребимо. Вот президент Трамп говорит о необходимости постройки границы с Мексикой для того, чтобы избежать нелегальной миграции и наркотиков. Но как вы считаете, какая основная... Откуда, как идет основной поток мигрантов и наркобизнес? Через что он идет? Ну я же не знаю, через что. Безлегальный пункт отпуска, конечно, не через дыры в стиле границ. Потому что если вы посмотрите количество сотрудников американских таможенных и пограничных служб, которые были арестованы, или за коррупцию, или за какие-то взятки, которым были объявлены подозрения, которые были уволены со службы и так далее, вы увидите, что основная часть этих людей служит где? Отнюдь не на границе с Канадой. То есть пока есть бедное государство, вот так Мексика, и там есть запрос на переезд и переход, то есть более богатая страна, то всегда будут находиться те, кто берет за это деньги. Так вообще мир устроен. Единственная возможность этого избежать, это не борьба с коррупцией и не стена. Единственная возможность этого избежать, это то, что, кстати, стали Соединенные Штаты в какой-то момент делать. Это инвестиции в мексиканскую экономику. Для того, чтобы Соединенные Штаты стали чувствовать себя безопасно рядом с Мексикой, Мексика должна стать Соединенными Штатами. Вот мексиканские Соединенные Штаты должны сравниться. Им бы понравилась эта идея. Но нет другого пути. Ну, с Канадой же у Соединенных Штатов нет таких проблем? Европейский союз должен задуматься в отношении нас. Надо больше участвовать. Подождите, Европейский союз и думает в отношении нас. Недостаточно. Все то, что делает Европейский союз, это оно и есть. Соглашение об ассоциации, это оно и есть. Потому что вы таким образом заставляете эту соседнюю страну в рамках, хотя бы политики, которая осуществляется, принимать нормы экономического общежития, то есть преодолевать все те проблемы, которые приводят к бедности. Это и есть подход такой, просто он не сразу дает результаты. Но понятно, что если вы скажете Европейскому союзу, странам Европейского союза, вы знаете, вы должны создать стену на границе с Украиной, и тогда вы не будете иметь контрабанду и поток нелегальной миграции. У нас, кстати, нет нелегальной миграции, заметьте. Вот, кстати, очень хороший пример. Есть нелегальные миграции с Украиной? Нет. А почему? Вот я не знаю, почему. А потому что та же Польша предоставляет нашим гражданам возможность легальной работы. И не только Польша. И не только Польша, да. Ну, то есть, зачем нужно нелегально куда-то пробираться, когда вы можете приехать в Польшу, зарегистрироваться, там, работать, и получать деньги, платить налоги, и знать, что вас не вышвырнут, как бедного родственника. Это очень хороший пример такой политики, кстати говоря. Потому что можно было сказать, ой, вы знаете, лучше пусть Польша ничего им не дает, пусть они здесь сидят и работают, но они тогда там будут работать нелегально. Да, это понятно и польскому правительству, поэтому она ведет такую политику. Поэтому я как раз пытаюсь объяснить, что эту контрабанду из Украины и в Украину можно остановить только двумя путями, и коррупцию преодолеть таким образом. Я имею в виду, если говорить о западной границе. Это повышение уровня жизни самих украинцев. И потому что если сигареты здесь будут стоить столько, сколько в Европе, то нет некого смысла их туда возить, совершенно верно. И создание вот такого общего рынка, который не будет требовать никаких нелегальных операций. Это не стена, а наоборот, это отказ от границ. Но мы же вернемся на Донбасс. Конечно, вернемся на Донбасс. Там совсем другая политика. Потому что опять-таки мы можем 3000 раз утверждать, что мы блокируем Донбасс. Ну, может быть, народная блокада, может быть, то решение, которое принял Совет национальной безопасности и обороны. Вполне, по моему мнению, логичное решение, потому что мы не можем торговать с предприятиями, которые практически выходят из украинского правового поля. Которые демонстративно выводят из украинского правового поля. Почему это делается, для меня тоже ясно, потому что я уже говорил, что это следующий шаг к прекращению этих территорий в полноценное государственное образование. То есть преднестрализация полным ходом. Да. Но возникает вопрос, а это что, точно останавливает контрабанду? Ну, нет, конечно. Ну, конечно, нет. Потому что понятно, что там никогда не было границы. Ну, во-первых, не будем утверждать, что на российско-украинской границе нет контрабанды. На самой тоже есть. И тоже немалая. Но, поскольку внутри Донецкой и Луганской областей вообще никакой границы не было, дорог огромное количество, охраняются только проездные пути и железные дороги, то понятно, что контрабанда будет продолжаться. Более того, основной поток контрабанды, конечно, будет идти через легальные пункты пропуска. Потому что, еще раз, если есть потребность в проезде, в проходе и в провозе, всегда найдутся люди, которые будут это пропускать за деньги. Единственное, что можно представить, что там будет образовываться большое количество народных редутов, еще до официальных постов, чтобы взять мзду, поскольку это торговля на крови, и поскольку я не смог найти себя в современном обществе, и я не дам торговать на крови, то я лучше буду взятки брать у тех, кто проезжает. Ну, а у кого-то не буду пускать. И таким образом сам буду себя ощущать значительной фигурой, буду пиариться на телевидении, буду приносить очки своей политической силы и буду обогащаться, пока есть возможность. И вот тогда с той стороны тоже можно такое сделать. Не хотим торговли сукрами. Будет легальный пост ДНР, а дальше банды. Там вообще это очень просто. То есть там все это превратится просто в такое, если хотите, то, что мы раньше обзывали свободную экономическую зону, только это будет свободная экономическая зона, а свободная от всего. Свободная от всего. Да, но это естественным образом. Если мы говорим о том, что контрабанда будет идти, для меня это сейчас совершенно уже очевидно, через легальные пункты пропуска, и что люди тоже, чем сложнее будет передвижение людей, тем тоже это будет более денежно-емкое мероприятие, то тогда, по идее, это станет, ну как бы вам сказать, это станет очень хорошей возможностью для того, чтобы коррумпировать снизу до, сверху до, донизу все. То есть это коррумпирование, это контрабанда, эта мафия будет начинаться от обыкновенного солдата на блокпосту, понимаете, который будет точно понять, что он пойдет туда служить, защищать родину, он патриот, у него будет орден, и деньги на открытие своего ресторана где-нибудь в небольшом городке, откуда он приехал, а если что-то и в Киеве. Я уже знаю несколько таких примеров. Да ладно? Да, я знаю ребят, которым по 18-20 лет, которые отслужили, у них грудь в орденахе, они приезжают, потому что им уже надоело, они теперь будут свое дело в Киеве открывать. Вот есть деньги на ресторан, есть деньги на кафе, есть деньги на какой-нибудь там маленький заводик. Это обогащение огромное, это солдаты. А представьте себе офицеров. То есть не должно быть никаких людей. Так было бы во все воины такого типа. То есть мы вступаем в эту полосу? Мы уже в этой полосе, причем не первый день, не первый месяц. Причем надо четко понимать, что есть, конечно, честные люди, я совершенно не собираюсь говорить, что их нет. Но чем дальше такой конфликт длится, вот в таком виде, тем их там меньше. Им там делать нечего. Потому что самих боевых действий активных не идет, если я военный. А возможность обогащения возрастает с каждым днем. То есть нелегального. Если я не хочу, мы с вами можем не хотеть в этом участвовать, мы оттуда уходим. Остаются те, кто понимает, как это использовать в своих интересах. И таким это начинается снизу и идет, как в Молдове, наверх, коррумпируя элиту. И таким образом в элите методом естественного отбора остаются тоже только контрабандисты. Потому что те, кто не хочет в этом участвовать и не умеет в этом участвовать, и не может произносить красивых лозунгов о том, что мы не допустим торговли на крови и спекуляции на памяти наших павших, мы сделаем все, чтобы изолировать эти территории от свободной Украины, других просто не выбирают. Если кто-то говорит какие-то здравые вещи обществу, он просто не попадает в парламент, не становится министром. Понимаете? Потому что обществу нужны возможности для нелегального обогащения. Первый запрос. Второй запрос, чтобы никто об этом не знал. Чтобы само общество в своих глазах выглядело патриотично. И таким образом оно голосует за такого же политика, как он, который произносит патриотические лозунги, оставляя возможность незаконного обогащения граждан. Маленькая ремарка. Пожалуйста. Как мы уходили из Донбасса? Мы же увели оттуда свои банки, мы перестали пускать туда продукты. Когда мы ввели на самом деле блокаду Донбасса? Когда перестали пускать туда продукты, лекарства, и когда они отправились туда путем контрабанды? Кто ввел это? Я... Вы же помнили? Да. Помните? Два года назад. Так почему же продукты нельзя, лекарства нельзя или только по особому разрешению? А составу с углем можно? Вот как тут? Слушайте, это все цитация очень сложная. Я же не говорю, что она простая. Составу с углем было можно по той простой причине, что я думаю, что государство тогда не видело возможности для усиления социального давления на население. Ну то есть вы понимаете, что если мы отказываемся от донецкого угля... Сейчас вопрос там, покупали мы его по формуле Роттердам плюс или не покупали, что... Я не буду спрашивать. Это вообще вопрос не для меня, а для следственных органов, на самом деле. Нет, нет, я это не буду... Понимаете? Да, вот это на самом деле точно должно заниматься антикоррупционной структурой, как мы его реально оплачивали. Но любому человеку понятно, но любому, даже который совсем не разбирается в экономике, что будем мы покупать австралийский уголь по формуле Роттердам плюс или по какой-то другой формуле или, допустим, там южноафриканский, он все равно будет дороже. Тарифы все равно придется увеличивать. Курс гривны, скорее всего, все равно придется отпускать. Но теперь после блокады это можно сделать. Можно населению сказать, что да, конечно, уже тарифы и так уже подняты, уже и так уровень жизни упал, уже и так, в принципе, люди начинают к этому привыкать. Если оно еще на какой-то уровень поднимется, и тарифы, и оплаты, и это, а если вдруг еще не поднимется, вообще будет большой успех. То можно сказать, вы знаете, ну вот была блокада, мы национализировали наше предприятие, мы не можем покупать с них уголь, к сожалению. Виноваты в этом, хорошо, там, Тимошенко и Садовой или Захарченко и Плотницкий, это, как говорится, тема для дискуссии, но в любом случае, мы теперь от этого угля отрезаны, якобы. Мы можем его завозить, как австралийский, но по цене австралийского. Через российскую границу. Через российскую границу, потому что австралийский уголь лучше всего оттуда идет. Но это, не, но вы должны все четко понимать, нашей пропускной, нашей пропускной способности портов не хватит все равно для того угля, который нам нужен, просто физически. Значит, у нас еще есть возможность завозить этот уголь через порты Балтии и Польши, но это будет еще дороже. Но в любом случае, это оплатит население. Потому что государств и вне населения не существует, но говорят, да, оплатят государства. Но государства за какие деньги существуют? За наши с вами, насколько я помню? Не за какие-то другие. Значит, вот это станет естественным социальным следствием. Могла себе власть позволить такое социальное следствие без встряски такого рода? Нет, не могла. Потому что если вам сказали, вы знаете, так, кстати, пыталось сделать правительство Арсения Цунюка, и тогда премьера за это выступала, его активно все критиковали, все, включая министра энергетики тогдашнего господина Демчишина, давайте отказываться от донецкого угля. Все говорят, как, мы будем платить в два раза больше? Вы что, людей так еле сводят с концы с концами? Они не хотят. Так Дим Тишин же начал завозить, помните? А потом он не горел, этот уголь. Не горел, и все, видите, он даже не горит. Рукописи не горят. Не горят, и уголь не горит. Вот, так что в этом смысле, конечно, совершенно очевидно, что теперь такая возможность, я могу сказать, что патриотизм это вещь, которая оплачивается. Она существует. Если хотите знать мою точку, я вообще считаю, что мы должны, если мы не хотим реально спонсировать территории, которые оккупированы Россией, мы должны поставлять туда нашу продукцию и не покупать их, включая уголь и металлургию. Потому что если они хотят покупать наши продукты, наши лекарства и наши товары, мы должны им продавать, это помогает нашей экономике. Но мы не должны помогать их экономическому существованию. И за их экономическое существование пусть Россия отвечает. Пусть Россия подставляет, дает им деньги, за которые они покупают наши продукты. Кстати, Россия это точно так же касается. И для меня это не торговля на крови в этом варианте. А у нас совершенно другая ситуация. Мы покупаем массу всего с Россией, включая топливо для атомных электростанций и так далее. А Россия у нас ничего не продает. Она зашла на рынки Донбасса оккупированная. Нет, я имею в виду, что она же украинскую продукцию все остановила. Мы же не продаем нашу пищевую продукцию. Мы туда ничего не продаем, только у них покупаем. Это дисбаланс. Вот это нужно было бы четко установить. Что мы, да, наши товары, вот то, что мы производим, покупает кто хочет. Но мы товары в оккупантов не покупаем. Это подход. Но мы за это расплачиваемся. Ну вот это выход. Но опять-таки мы с вами сейчас говорим о другой. Вы сейчас опять-таки толкаете меня в полемику о том, что покупать и что продавать. Я же вам не об этом рассказываю. Я вам рассказываю... А я в другую полемику. Нет, наоборот. Я хочу спросить, почему мы или нужно тогда либо все закрыть, либо все открыть. Опять-таки... Потому что вот это же дьявол в деталях. То есть на самом деле, что возмутило это всех? Не то, что там, ну, тех, кто реально за это стоял, а не за какие-то там деньги или за какие-то выгоды. Были люди, которые деньги стояли. То есть их же возмутило не то, что мы там закрыли или открыли, но мы часть закрыли, а часть оставили. И оно ходило, и никто даже не знал. Совершенно верно. Я с этим даже не спорю. Я еще раз говорю. Понятно, что мы должны четко понимать, почему это так выглядит. Но мы не можем ничего... Я хочу самое главное вам сказать, что все это декорация. Мы не можем ничего полностью... К чему? К какому спектаклю? Нет, не к спектаклю, а это просто к такой постоянному спектаклю нелегального обогащения, который происходит на нашей территории. Что в любом случае всегда найдется возможность контрабанды все это поставлять. Или это не контрабанд, потому что у нас там нет государственной границы, ну скажем так, нелегально, что мы не будем получать легальный уголь, но мы будем получать нелегальный уголь. Я вам это гарантирую. Да, это в какой-то момент будет скрываться, кого-то будет сажать по политическим причинам, не политическим экономикам, не имеет значения. Каких-то контрабандистов будут задерживать. Но как это происходит на границе между Соединенным Штатами и Мексикой? Это Мексика там теперь, поймите. Вы можете... Это было бы им комплиментом, если бы мы сказали, что там Мексика. Ну там Мексика. Да нет, там хуже, чем Мексика. Слушайте, в Мексике бывают разные районы, да, тоже неважно. Мы сейчас говорим исключительно о том, что эта граница будет прозрачной для нелегальной доставки грузов всегда. Это просто надо правду себе сказать. Это первое следствие того, что там происходит. Второе следствие. Украина – это государство с неопределенной государственной границей, как Молдова. И как Грузия. Да. Тем же путем. Вот, но, как ни странно, нам в этом смысле проще с Крымом. Государственная граница там как бы есть, установленная Россией, но очевидно, что Россия туда никуда дальше не двигается, потому что она претендует только на Крымский полуостров, у нее там пограничные войска. И по идее, можете ли вы инвестировать в Херсон? Ну, в принципе, если мы будем считать… Как это инвестировать в Херсон? Весь мир не признает, знает, что… В Херсон. А, в Херсон, да, конечно. В Херсон. Пожалуйста. В Херсон, конечно. Да. Ну вот. А можете ли вы инвестировать в Краматорск или Славянск? Ну да. Ну вот, а вот сегодня было заявление этого командира Спарты нового, так называемой, что мы хотим восстановить территориальную целостность Донбасса. Они могут никогда этого не делать. Но любое такое заявление, если вы представитель какой-то крупной компании, которая хотела бы вообще участвовать в восстановлении этого региона и так далее, вы подумаете, что я там вложу в это деньги, а завтра оттуда приобретит какой-нибудь снаряд, даже войны не будет, и все мои деньги окажутся похоронены. Лучше подальше. Поэтому у нас остается вот такая вот огромная зона. То есть вот контрабанда – это первое следствие. И то, что мы уже стали обществом контрабандистов. Просто на Западе у нас общество контрабандистов подогревается нашими границами с Европейским Союзом. Это одно общество контрабандистов, а там другое на Востоке. И в центре – это центральная Украина, которая собирается всего этого деньги. Это неплохо. Ну, Киев, да? Вот такая вот столица контрабандистов, скажем так. В котором дискуссии идут вообще, кто более патриотичен в этой истории. Это все очень цинично выглядит, но по-другому не бывает. По-другому есть еще одна большая проблема. А вот что будет, если рухнет политический режим в России? Это точно вернется? Нет. Потому что теперь, если Путин удастся до конца превратить это в квази-государство, следующий президент России, он что будет говорить? Мы очень хотим дружить с украинцами. Нам очень важно восстановление государственных связей. Но! Ну, Крым, вы видите, там население, оно проголосовало. Не проголосовало мы не знаем, но это уже часто все связано. Давайте будем проводить международные конференции, а мы будем говорить, мы не будем. Как вы не будете, это неконструктивно. Запад будет говорить, как вы не будете. Это же наша территория, но надо говорить, и там население, ну, хочет, не хочет. Минск 25 будет, только в приваске к Крыму. А Донбасс, ну, понимаете, договаривайтесь с ними. А ведь Приднестровье же не Ельцин придумал, его же придумал Анатолий Иванович Лукьянов. И почему вообще все там произошло в 1992 году? Потому что руководство Республики Молдова было уверено, что демократическое руководство России не будет помогать таким вот искусственным сепаратистам, придуманным союзным руководством и поддержавшим ГКЧП, в то время как руководство Молдовы, поддержал, рискуя собой, кстати говоря, Бориса Николаевича Ельцина в августе 1993 года. А что сделал господин Ельцин? Он фактически поддержал действия Лебедя и его армии. Он туда послал Руцкого и Станкевича с выражением поддержки Приднестровскому руководству. В Кишиневе просчитались, думая, что в России может быть демократия. В таком смысле. Внутри для русских могут отличаться оттенки, манипулированиями. От ельцинской псевдодемократии до путинского псевдоавториатаризма. Потому что все это на самом деле прикрытие просто воровства. Разные оттенки воровства. А для внешнего мира, извините, Россия как была, есть и будет агрессором. Она была таким при Горбачеве и Лукьяне. Потому что я хочу напомнить вам о войсках в Вильнюсе. Я хочу напомнить о Санбелиси, о Баку. Это все Михаил Сергеевич Горбачев, замечательный архитектор нового мышления. И когда мы говорим, ой, а как это он поддержал Крым? А что вы от него хотите вообще? Не надо. И, слушай, будьте ему благодарны хотя бы за то, что он смог сделать, да? А не требуйте от него, что он стал вдруг не президентом Советского Союза, а президентом, я не знаю, в Соединенных Штатах. Он такой. Он оттуда. Ну и потом Борис Николаевич Ельцин. Поддержка Приднестровья. Поддержка Абхазии и Южной Осетии. Не он это создавал. Все это он поддержал. Война в Чечне. Да? Это ельцинский режим. Попытка отделения Крыма была при Ельцине, когда был президентом Мишко. Все это Ельцин. Никакого периода, который говорил бы о возможности строить отношения с Россией как с цивилизованным демократическим государством, не было вообще никогда. Вот мы говорим, ну, наверное, до 90-х, он же расстрелял Белый дом. Может быть, в этом все делают? Да, расстрелял. Парламент, который в этом Белом доме заседал, Верховный Совет РСФСР, принял специальное постановление о российском статусе Севастополя на своем заседании. Я хотел бы вам напомнить. Я забыл. Вы забыли это? Да, я забыла об этом. Так что этот вопрос был тогда уже не просто поставлен, он был проголосован по просьбе представителей городского совета Севастополя. И потом Путин, естественно, продолжение этого режима. Потому что это имперский режим, мы рядом с ним находимся. Вопрос в том, как это решать. Ну вот, Виталий, на сегодня вам кажется, что само собой решилась судьба Донбасса. Помните, мы все время думали, что будет с Донбассом, что будет? И все ждали, оно как-то висло, висло, никто не будет. Это все еще не конец. То есть это не конец. Что на самом деле происходит? Я думаю, что у Владимира Владимировича Путина были такие две конфетки. Одна вот Донбасс и другая Сирия. И он хотел обе эти конфетки предложить Дональду Трампу в обмен на что-то. У него были какие-то свои планы, да? Ну вот, типа, мы урегулируем ситуацию на Донбассе, не будем больше там стрелять. Если тебя это вообще интересует, чтобы европейцы успокоились, не морочили тебе голову. В Сирии будем вместе бороться с исламским государством, все очень хорошо. Но ты мне должен, вот мои интересы на постсоветском пространстве, чего тебе сюда соваться? Ну, не знаю, допустим, да вот на Ближнем Востоке мы хотели бы сохранить Асада. И теперь, как президент Трамп, он особенно не это, эти конфетки для него это отравленный просто какой-то продукт. Он не может себе позволить. Сейчас, в той ситуации, в которой он оказался, из-за расследования контакта своего окружения с Кремлевым, мы уже знаем точно после вчерашних слушаний в Вашингтоне, что это расследование ФБР проводит. И любое его политическое действие, даже самое разумное, по условию каких-то контактов с Путиным, будет доказательством в пользу того, что да, так и да, была договоренность, которая помогла ему победить на выборах. Но это катастрофа, конечно, самая настоящая. То есть понятно, что он будет очень осторожен. Значит, Путину ясно, что сделки не будет. Значит, он что тогда делать? Ну вот, в Сирии понятно, что делать. Но в Сирии это Путину комфортности чувствует. Ну, он же, ну как комфортно? Ну, комфортно, пока он не пытается расширить территорию. Ну, это правда. Значит, это вот небольшая часть территории, которую контролирует Асад, это ему комфортно. И то, вы видите, что вчера повстанцы пробрались в Дамасске, через туннель и устроили там в Дамасске боевые действия. То есть комфорт, это может в любой момент окончиться, как бы в Афганистане было. Там было комфортно-комфортно, потом бах, они уже под Кабулу. Комфортно-комфортно, бахи наша армия в окружении. Это же Ближний Восток, там никто не понимает, кто кого предаст, когда. Вот, это один, и потом, понимаете, такие партнеры там по комфорту. Там Турция, у которой свои интересы, курды, у которых свои интересы. Это все Иран, который вызывает опасения у Турции и Израиля. Это клубок противоречия. И это другая тема. Но с Донбассом, понятно, что если мы не собираемся его в Украину впихивать, потому что он не впихивается, потому что это нельзя. Мы это Путин? Мы это Путин, да. То тогда нужно минимизировать расходы. Ну, по крайней мере, он не должен платить налоги в украинский бюджет. Странно выглядит. Сколько можно? Платил, платил, потому что мы считали, что рано или поздно это станет таким республикой в составе Украины. Налоги она платит, но Украину крепко держит за все места. Ну, и теперь видно, что этого не произойдет в ближайшее время. А я плачу за свои деньги, за их существование. Значит, так не будет. Значит, это вне зависимости от того, была бы блокада или не была бы, а сама идея национализации этих предприятий и внешнего управления, она трезвая с этой точки зрения. Ну, послушайте, ну, это же очевидно, что эти предприятия не будут уже работать так, как они работали, и давать такое же количество продукции. Ну, меньше. То есть это тоже будет контрабанда в том смысле, в том смысле? Ну, меньше будет. Смотрите, ну, можно разные схемы придумать. Мы же живем с вами в мире людей, которые придумывают схему. Это правда. Вот этот антрацит украинский направляется в Россию, российский антрацит направляется в Украину, украинский антрацит, который должен был бы пойти в Украину, Россия направляется на внешние рынки. Мы говорим, мы проверяем его химический состав, чтобы он не был в Донецке, но мы не получаем в Донецке, потому что они просто производят замещение продукции. Например, ну, можно массу всяких, а можно контрабанду, да. Просто этот уголь, откуда вы его берете? Ну, берем, не важно, главное, что у нас все работает. Сами вот роем вот просто рядом. То есть я считаю, что что-что, а по изобретению схем в нашей стране такие специалисты и в России, что мы с вами никогда не придумаем до конца, что они могут еще учудить. И все-таки вы сказали, что это не конец. А что тогда дальше? Ну, вот Телерсон же сейчас приедет в Москву в апреле. И что? Ну, они будут с ним разговаривать. Думаете, он возьмет конфетку? Не возьмет, но они будут смотреть, как он реагирует, он будет что-то им говорить, они будут ему что-то они будут думать, что они его обманули, он будет думать, что он что-то понял или что-то. Это же тоже большая проблема. Мы видим, что сейчас мы имеем дело с администрацией, которая с трудом разбирается в политическом коде. Не знаю. Я еще раз говорю, я просто думаю, что они все равно будут смотреть, как развивается... Они не могут просто статично так жить, потому что деньги заканчиваются. Это кто, россияне? Да. Ну, фонды благосостояния исчерпываются понемногу. Одного уже нет, другой уже исчерпывается. На пороге президентские выборы. Надо что-то делать со всем этим. Окончательно принимать решение. Либо это просто... Это же не только касается Донбасса, это Белоруссия касается. Вот это очень интересный вопрос. Ну, а что, с Белоруссией тоже все абсолютно понятно. Если бы у Путина были бы деньги, он бы их дал Лукашенко, и не было бы сейчас того, что там происходит, не было бы всего этого безумия с этими налогами на тунеядцев. Так налог на тунеядцев это Лукашенко притумал? Ну, конечно, Лукашенко, кто может такое еще принимать? А людей столько на улицу вывел? Лукашенко или Путин? Я думаю, Лукашенко. Потому что зачем это Путин? Ну, Лукашенко, он не хочет немножко потрясти, то есть все нормально? Ему устраивает Лукашенко? Смотрите. Потому что Лукашенко же во время пресс-конференции, вспомните, неоднократно. Я помню, но нужно же всегда понимать, что дальше. Ну, потряс ты его, дальше что? Ну, вот другого, более послушного. А деньги? Подождите, и вопрос же не в послушании. Лукашенко готов слушаться за деньги? За деньги. Если вы назначаете президентом Белоруссии, я не знаю, там, Дугина. Он готов слушаться без денег? Он, да, но людей надо кормить. За меньшую сумму. Ну, они за меньшую сумму выходят на улицу? Я так понимаю, что более меньших сумм уже никто не может им предложить. В этом же социальный контракт. Мы их слушаем. Лукашенко слушает, самое главное, белорусы готовы не участвовать в политической жизни за спокойное существование. Оно окончилось. Я поэтому все время говорю, а что дальше? Что дальше? У него нет выхода. И на самом деле, что такое этот закон о борьбе с тунеядцами? Я думаю, что он был принят не просто потому, что Лукашенко решил запустить лапу в карман самых бедных в своем населении, а потому, что он решил, что у него есть люди, которые не платят налоги, и что-то там работает, как-то выживает. Вот надо и эти деньги в бюджет вернуть. С коррупцией, с черной экономикой. Да, в общем, это то же самое во многом, что делает наше правительство, когда мы повышаем минимальную зарплату. У нас свои просто методы. Но просто наше повышение зарплат не приводит к социальному взрыву. Потому что, во-первых, люди действительно начинают получать какие-то большие суммы в бюджетной сфере. Во-вторых, учитывая то, что у нас платят деньги в конвертах, это перераспределение средств. Но что-то действительно идет государству. Не, ну одно дело получать, а другое платить. Подождите. Они же должны были платить налог, но то не ясно. Ну подождите, но если мы повышаем минимальную зарплату, то мы таким образом увеличиваем налоги. Ну это средний мой предприниматель. Да. А их мало, их уже так мало осталось. Вот, но так тем не менее. Их уж нет, оттену лечено. Ну как мало-немало, мы фактически пришли к моменту возможности ликвидации бюджета пенсионного фонда в конце года. Слушайте, люди. Выходами из тени делают нам экономику. Я вообще считаю, что если бы мы могли найти рычаги, которые позволили бы всему бизнесу выйти из тени, то нужно для него создать условия, не для государства, а для бизнесмена. Отпусти. Я думаю, что у нас вообще экономика выглядит совершенно иначе. Ну да. Понимаете? Экономика. Тут же тоже очень большая проблема. Вы же видите, что, я все время говорю, Киев не выглядит городом в кризис. Конечно, здесь очень много бедных людей. И среди людей пожилого роста, прежде всего. И среди людей, которые лишились какого-то своего бизнеса и работы. Но в целом Киев выглядит очень благополучным городом. Об этом говорят все, кто сюда приезжает. А с Белоруссией так не получается. Понимаете? Вот значит, выходит, что есть большое количество людей, которые просто разоряются благодаря этому закону совершенно сумасшедшему. И получается, что Лукашенко действительно неоткуда возобрать деньги. Кроме как вот так вот, пытаясь потрясти тех, кто не зарегистрирован, или тех, кто в самом деле не работает. Очень много людей не работает, потому что не потеряли рабочие места, потому что вся эта экономика белорусская, она, извините, маргинальная. Там очень легко потерять рабочее место, если тебе не доплачивают за энергоносители и так далее. Это опасная ситуация. Но Путину все надо, с ней что-то делать, если мы вернемся к Путину. Это тоже один из моментов, что все это надо содержать за какие-то деньги. Донбасс, Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия. Может, что-нибудь отдаст? Нет. Нет? Нет. Так денег же нет. Ну, что-то будем тонуть вместе, то, что называется-то, если... Но не может президент России, причем этот, ничего отдать. Первое же, если он что-то отдает, это конец... Это то, что я, кстати, пытался, не знаю, объяснить японским моим друзьям, когда я был в Токио, и они обсуждали варианты решения проблемы северных территорий. Я ему говорил, что нет варианта, но не может он, даже если захочет. Потому что вот если гласно говорится, можно отдать какие-то территории Китая, даже большие, потому что никто не замечает. В аренду или там русло реки Амур заменилось. Но если есть какие-то принципиальные территории, которые наше приобретение называется российские, Курильские острова, Крым, Абхазия и Южная Осетия. Это все наше приобретение. Это то, что нам удалось приобрести в результате там краха Советского Союза. Они хотели от нас все это забрать, но что-то мы отстояли, а потом еще и вернули. В первый раз, как они говорили, вот с Крымом, в первый раз территория России расширилась с 1991 года, а до этого когда в последний раз расширялась? В 1943 году, по-моему, в 1944 году, когда они аннексировали Туву. Смотрите, сколько лет без расширения территории. Сдуреть можно. Зачем тогда жить, если не можешь расширить территорию? Ты же на этой территории не знаешь, что на самой территории делать. Может тебе туалет в доме соорудить? Не, ну это сложно, лучше я похожу до ветру, а территорию расширю еще там на какой-нибудь… Это вот логика, логика существования такой вот империи. Все-таки не удержусь и задам последний вопрос. Как нам избежать путей, которым шел Путин? Путин всегда искал внешнего врага для того, чтобы делать то, что он делает внутри страны. Очень часто у нас в Украине все чаще звучит, что все, что у нас происходит, это происходит потому, что у нас есть внешний враг. И что те, кто тут вот против – это тоже внешние враги, это агенты. И еще есть одна прекрасная тенденция, что вот обратите внимание, когда была объявлена блокада, то даже наши западные партнеры, они были удивлены, для них это было неожиданно. То есть означает ли это, что вот есть опасность в Украине, что мы с одной стороны будем говорить, что с одной стороны у нас есть враг Путин, который постоянно наступает, у нас есть война до Донбасса, у нас есть оккупированный Крык, а с Запада у нас есть партнеры наши, которые тоже нас до конца, честно говоря, не понимают, до конца нас не поддерживают, того же беззывного режима нет до сих пор. Ну, будет он через партнер. Ну, это тоже детали. И тем не менее, то есть вот не кажется ли вам, что вот такая ситуация опасна? Да. Потому что она не опасна. Более того, только такая ситуация может позволить выиграть. Если вы посмотрите, например, Хорватия. У Хорватии был внешний враг, это была Сербия, которая была готова большую часть ее территории оккупировать, контролировать и не отдавать. Был Запад, который не во всем ее понимал, который говорил, что вы не договариваетесь, вообще строите свою страну, не думайте про эти территории. Зачем сейчас эти территории, там вообще сербы живут, а вы оттуда лучше устраивайте своих беженцев покомфортнее. Я все очень хорошо понимаю, почему вам должны давать оружие. И было консолидированное общество, которое прекрасно понимало, что те, те, кто говорят противоположные вещи, это просто у нас такая власть плохая, коррумпированная, нехорошая, не можем развиваться, человек враг, да. Так оно и есть. Не надо никаких иллюзий. Такие люди всегда заводят страну в трясину. Со словами «нет, вы знаете, мы сейчас здесь можем, мы сейчас будем здесь развиваться, мы построим прекрасное государство, они потом к нами сами придут». Не придут, потому что они не уходили, их оккупировали. И какое бы вы идеальное государство здесь не построили, они, во-первых, не придут, во-вторых, вы его не построите. Пока у вас есть эта история, это главное. Я это слышу не только от вас, я это слышу от очень многих людей. Зачем вообще об этом говорить? Это уже надоело. Как это? Мы только начали говорить. Нет, я имею в виду, зачем вообще говорить о России, о войне. У нас есть масса других проблем. Коррупция, вот у нас на Сирову объявили подозрения. Ну, простите, пока у вас будет война, у вас всегда будут подозрения на Сирову. Кому угодно. Потому что, еще раз повторяю, это естественно. Вы живете в обществе, в котором коррупция непреодолима таким образом. Кстати, была ли коррупция в Хорватии, когда была такая ситуация? Ну, наверняка была. Конечно, была. Конечно, была. И Бассанадер, ближайший соратник Франя Туджмана, он, по-моему, сейчас то ли сидит за коррупционные преступления, то ли уже отсидел, я уже не помню, перестал за этим следить. Но после войны, сводить счеты можно только после войны. Что такое сводить счеты? Политические дискурсы, это попадает в сводить счеты? Да, естественно. То есть оппозицию дало? В Хорватии не было никакой оппозиции. А оппозиционные… Так чем мы отличаемся? Будем отличаться от Путина? Тем, чем Туджман отличался от Милошевича. Чем? Тем, что Туджман хотел восстановить территориальную целостность своей страны, а Милошевич хотел оккупировать территории чужой. Ну, у Путина другие цели, он по-другому это формулирует. Какая разница? Нет, не подчеркнуть. Путин моделирует точно так же, как Милошевич это все объясняет. Он говорит, что он хочет, чтобы был русский мир. Милошевич хотел, чтобы все сербы жили в одном государстве. Это абсолютно одно и то же. Это одна и та же политика. Я не собираюсь сравнивать Хорватию с Украиной, потому что нам очень далеко до хорватской жесткой вертикали власти. Очень далеко. В Хорватии были оппозиционные партии, безусловно. Они просто не переходили через границы, когда речь шла о государственных интересах. Никогда. Ни одна хорватская партия не перешла через эти границы. Но все прекрасно понимали, что мы живем в Хорватии, что это авторитарный режим. Но разве украинские переходят? Да, конечно. В очень многих случаях это совершенно очевидно. Потому что, когда я слышал слова, что украинская власть – это больше враг государства, чем Путин, это переход. Никто никогда про руководство Хорватии ни из один оппозиционный политик такого не говорил. То есть, вы считаете, что должна быть концентрация власти сейчас в Украине? Да, я считаю, что эта концентрация власти есть, но я считаю, что ее здесь не будет. Потому что нет запроса общества на это. Ведь в Хорватии это возникло не потому, что там Турман был диктатор. Конечно, Турман был человеком с авторитарными наклонностями. В «Война спустя» трудно, конечно, сравнить. Но он был популярен же все-таки. Когда он начинал делать все это и укреплять свою власть, он был популярен. На всякого сомнения, потому что он не давал никому возможности даже рот раскрыть. Он с самого начала вел себя как авторитарный правитель. Если вы начинали что-то с самого начала правления Турмана говорить о том, что Турман не такой какой-то, ну извините, вы оказывались отнюдь не в мейнстриме политики и журналистики. Еще раз повторяю, там была одна оппозиционная газета, которая платила налоги, сравнимые с налогами порнографических изданий. Мы это всегда все замечали. И эта газета выходила на средство Сороса. Феррел Трибюн он назывался, как сейчас помню. Все остальные газеты поддерживали власть. Все остальное телевидение поддерживало власть. Так было с первого дня после победы Туржмана на выборах президента Хорватии, после победы его партии на выборах. И им казалось, что они, восстановив территориальную целостность Хорватии, обеспечат себе это правление. А все получилось наоборот. Потому что общество в них нуждалось, как в сильном режиме, именно для этого. Но как только стало ясно, что Хорватия больше ничего не угрожает, что театриальная целостность восстановлена, извините меня, давайте теперь говорить о более насущных вещах. Зачем нам нужен ваш авторитаризм, ваши рассказы о том, что вы непорочные и прочие вещи. Нет, вы теперь, пожалуйста, сходите в антикоррупционные органы, мы изберем совершенно другую. Ведь следующим президентом Хорватии после смерти Фрэня Туржмана был оппозиционер Степи Мессич. Человек, который все время находился в оппозиции. И так все время там теперь меняется. Там нормальная демократическая страна, но это все началось с развития после решения главной задачи. Если мы не решим эту главную задачу, мы можем оставаться при этом демократической страной, рассказывать, что у нас ужасная власть, отвратительный предатель президент с липецкой фабрикой, жуткое правительство коррупционное, совершенно бездарный парламент. Надо проводить в ней очередные выборы. Но у нас есть модель такого демократического государства, рядом с нами, в котором все время эта демократия вот так и придерживается. Там все время коалиционное правительство, все время идет борьба. Это Молдова. Она 25 лет уже по сути демократическая страна. Там есть меняемость власти, и разные телеканалы принадлежат разным людям. И вы можете совершенно спокойно рассказывать про то, что и правительство у вас воровское. Премьер-министр сидит в тюрьме. Влад Филат за кражу миллиарда долларов кредита международного валютного фонда. Работает антикоррупционный орган. Только ничего не решено. Мы можем так прекрасно с вами 25 лет прожить, население будет бедным. А что вы предлагаете? Я сказал, что я предлагаю. Я предлагаю понять, что является главным. Главным является победа или что? Главным является ликвидация того конфликта, который существует в том или ином виде, который нам тоже придется решать. Либо мы четко консолидируемся. Ну что такое консолидируемся? Расскажите мне по-простому. Что это означает? Понимание главной проблемы. А можно простым, почеческим? Давайте все поддержим что? Петра Порошенко или что? А как? Понимание проблемы это что? Либо мы жестко говорим, что мы проводим четкую границу там, где она есть. Ставим там реально армию. Ликвидируем любые возможности контрабанды и по теме, и другим. И на западной, и на восточной границе. Говорим населению сколько это будет стоить. Что, к сожалению, дорогие друзья, в этой лучшей стая жить не будете дополнительные пять лет. Но мы ликвидируем возможность коррупционных злоупотреблений, контрабанды. Мы четко говорим, что все границы у нас охраняются армией и национальной гвардии. Тот, кто у нас переходит какие-то контрабандные грузы, ведет там, оказывается в тюрьме за 5-10 лет. Тот, кто выступает с какими-то заявлениями, направленными на подрыв территориальной целостности государства и так далее, извините, лишается депутатского мандата, всякой неприкосновенности без всякого голосования в парламенте и так далее, и так далее. Тот, кто ездит на переговоры с Захарченко и Плотницким, изгоняется из парламента в течение 24 часов решения какого-нибудь там Совета национальной безопасности и так далее. Вот мы такое себе государство строим, где мы доверяем людям эту безопасность обеспечивающую. Ну вот такая вот страна, как военный лагерь. Но я ничего этого не предлагаю. Как это? Потому что у нас нету доверия общества к власти. Только хоть да. Да. И я, кстати, об этом говорил, когда начались первые эти, знаете, первая это комедия, которая тогда продолжалась, началась. Это когда начался фактический конфликт президента и премьер-министра после 2014 года. Между Порошенко и Циняковым? Да. И я говорил тогда. Между прочим, я это могу сказать, потому что я говорил это обоим. И прежде всего говорил и Петру Алексеевичу, и людям из его окружения. Вы не выигрываете властные полномочия. Вы подрываете доверие общества к власти в целом. Не может быть никакой конфронтации между властными структурами. Не может быть никакого выхода партии Майдана из коалиции. Коалиция должна быть сцементирована теми политическими силами, которые разделяют идеалы Майдана до момента победы. Любой выход из коалиции приравнивается к дезертирству с Украины. Нельзя этого допускать. Нельзя рассказывать, что у нас такое правительство, оно не то делает, то делает. Это касается не только президента, но и президента тоже. И в первую очередь. Это касается и Тимошенко, и Садового, и Лешко, и Яценюка. Только коалиция патриотических сил. Понятно, что вы не берете оппозиционный блок, но вы сами, если вы не создаете единство, вы уничтожаете страну. Вы можете в этой стране даже власть получать. Молдавские политики уже много раз менялись постами премьерским президентом. Но вы все равно будете править бедной, неудачной, неудовлетворенной страной. Мало того, вы еще имеете дело с обществом, которое само по себе склонно к махновщине, хаотизации, которое не доверяет государству, у которого никогда не было государства. Потому что это государство относилось к Украине как к колонии, когда это была Российская империя и Советская империя и потом это была переименованная Украинская СССР. У вас первая возможность создать государство, в котором граждане будут доверять власти. Но все, этого уже не случилось. Не случилось. И? Ну и все. И все. Типа вы ответили на этот вопрос. Поэтому, когда вы говорите, что вы предлагаете, я предлагаю, я могу только предлагать наблюдать за этим кошмаром, который является следствием этого того, что не случилось, что нам придется из этой ямы всем выбираться очень долго. Ценой чего? Ценой того, что будет бедная страна, будет неудовлетворенное общество, будет недоверие к власти. Мы уже прошли через эту красную линию. Прошли. Мы прошли ровно тогда, когда первые партии вышли из этой коалиции, которая была создана после парламентских выборов, отказавшись делить ответственность с остальными. И когда началась реальная конфронтация с президентом и премьером, пусть даже под ковром, и компрометация первого реформаторского правительства, мы прошли ее, когда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, приглашенный сюда, чтобы помогать содействовать реформами, по сути стал подрывать авторитет этой власти. И когда я его спрашивал, зачем он это делает, напоминал ему, что если бы в Грузии по время его президентства глава областной администрации, районной администрации говорил бы о премьере или президенте то, что говорит он, он бы его сместил в течение 12 часов. Каких 12? Часа. Часа. Понимаете, вот час вот я выступил и через час указ пошел вон. И я его спрашивал, почему это здесь происходит. Он говорит, потому что в Украине особые условия. Потому что Украине не жалко, понимаете, не Грузия. Можно экспериментировать, как на кошечках. Ну ладно, что все так плохо закончится? Просто долго все это будет. Потому что необходимо восстановление теперь, вот зачем мы должны заняться? Нужно восстановить доверие к власти. И я не знаю, между нами говоря, можно ли восстановить доверие к демократической власти. Ну начинается. Я вам говорю то, что есть. Я вполне допускаю, что доверие может быть восстановлено только как авторитарного режима, такому как режим тут же. Допустим, с парламентом, с медиа. Тогда надо найти диктатора. В этой ситуации любой может стать диктатором, кто способен осознать эту необходимость. Я не вижу в этом ничего хорошего. Потому что я не понимаю, что мы с вами, может, что будем делать? Сидеть в подвальчике здесь? Ну да, да. Боюсь, что даже это не удастся, Виталий. Обмениваться мнениями, так сказать, без эфира. Я буду говорить хорошо в своей стране, я буду говорить очень хорошо. Я так не умею. Виталий, спасибо вам огромное. Я вижу, что вы смотрите на часы просто. Но всегда можно бесконечно говорить с Виталием Портниковым. Ну не могу уже его держаться. Извините, если дольше, чем обычно говорили. Спасибо, да. Спасибо вам огромное. Виталий Портников был прям в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.